В современном мире существует множество различных интересов, и удовлетворять эти интересы, как правило, проще путем объединения усилий. Именно для этого граждане создают общественные организации. Среди жителей Артемовского городского округа есть достаточное количество активных и целеустремленных личностей, стремящихся создать лучшие условия жизни для своих сограждан. Так, уже на протяжении многих лет на территории Артемовского успешно ведут свою деятельность ветеранская организация детей войны «Память сердца», местное отделение молодой гвардии «Единой России» и даже Всероссийское добровольное пожарное общество. Однако без грамотно выстроенного кооперирования и совместных действий всех общественных организаций результаты их деятельности не способны достичь максимальной эффективности. Управлением общественных организаций в Артемовском занимается муниципальная общественная палата – городское подразделение областной. Состав общественной палаты Свердловской области сформирован в полном объеме. На днях состоялась презентация представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций, подавших заявление о намерении войти в состав общественной палаты. По итогам представления конкурсная комиссия, созданная из членов палаты, уже утвержденных губернатором Евгением Куйвышевым и Законодательным собранием, тайным голосованием выбрало 14 человек из всех кандидатов. Участие в голосовании приняли 24 члена палаты. По словам руководителя администрации губернатора Сергея Пересторонина, встретившегося с членами палаты перед голосованием, избранные представители общественных организаций смогут в полной мере дополнить состав, который утвержден по квоте губернатора и Законодательного собрания. Как пояснил председатель первых двух созывов Станислав Набойченко, общественная палата состоит из 42 человек. По 14 членов палаты утверждаются губернатором и Законодательным собранием из числа граждан, имеющих особые заслуги перед Свердловской областью, пользующихся признанием и уважением среди уральцев. Еще 14 выбираются по представлению общественных объединений. В этом году на эти места претендовали 55 человек. По итогам голосования абсолютное большинство от 24 голоса отдано председателю Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семену Спектру. Мне приходилось в год принимать около 3 тысяч человек. И я не могу сказать, что я на кого-то обижен за то, что он пришел. У многих людей сегодня есть много вопросов и довольно серьезных, которые надо помогать им решать. Я думаю, что каждый из нас, членов палаты, то же самое делает и с этим же встречается. Голосование было достаточно жестким. Разбег в голосах достаточно большой. Из 14 победивших примерно половина, в принципе, уже знакомые нам люди. Это люди, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны в работе в общественной палате. Мы их знаем. И совершенно новые люди, в основном представленные регионами. То есть у нас есть люди из Карпинска, из Лопаевска, ну в общем, из разных регионов Свердловской области. Президент регионального общественного фонда «Семья 21 век» Лариса Докучаева, стоявшая у истоков создания общественной палаты и являющаяся ее членом в предыдущих составах, отметила, что общественная палата – это уникальный инструмент развития гражданского общества. Сейчас востребовано именно включение всего общества в решение вопросов семьи. Потому что государству одному просто с этим не справиться. И парадокс нашего времени состоит в том, что именно семья и детство стали ареной еще идеологической борьбы. Вообще сохранится институт семьи или разрушится, или родитель номер один, и родитель номер два, и права детей выше прав родителей, и много-много других вопросов. Урал всегда славился как край развитой промышленности, поэтому вопросы развития крупных заводов и предприятий региона, как правило, стоят особо остро. Свой вклад в промышленный потенциал области вносят и крупные промышленные предприятия Артемовского. Амазевинпром, ЕРЗ и БМЗ служат катализатором поддержания артемовской экономики и гарантом высокого уровня жизни самих горожан. Неправильно представлять наши предприятия лишь просто как единицы промышленные. Это коллективы, это люди. Люди со своей позиции, с гражданской позиции. Люди, которые занимаются благотворительностью, люди, которые занимаются спортом, здоровым образом жизни. На предприятиях немало таких общественных объединений. И моя задача консолидировать эти объединения вокруг общественной палаты с тем, чтобы люди, граждане нашей области могли решать вопросы, в том числе конфликтные, в том числе и острые, не на улице, а через такие гражданские и общественные объединения. Презентацию своей деятельности представил и областной совет ветеранов. Стоит отметить, какое значение имеет эта организация для Артемовского. Ее муниципальное подразделение всеми силами поддерживает артемовских ветеранов, помогая им не только в финансовом плане. Совет ветеранов избавляет своих участников от чувства одиночества посредством различных развлекательных мероприятий. Председатель областного совета ветеранов Юрий Садыков отметил, что ждет от коллег активизации работы по всем направлениям, в том числе по поддержке представителей старшего поколения и патриотическому воспитанию молодежи. Это одна из площадок, где можно вопросы практически все понимать. Вопросы здравоохранения, вопросы благоустройства, переселения из ветхого жилья, тарифы на ЖКХ, привлечение инвестиционных программ, то же самое и так далее. Свердловская область – это один из центров общественных и гражданских инициатив, регион, входящий в число лидеров по количеству общественных организаций. Здесь насчитывается более 7 тысяч таких объединений различной направленности. По словам губернатора, именно выстроенный диалог между властью и обществом позволяет обеспечить в регионе сохранение социального мира и стабильности, оперативно решать вопросы уральцев. В этом плане общественная палата региона является связующим звеном между органами государственной власти региона и общественностью, ведущим координатором, центром выработки социально значимых инициатив и рекомендацией общественности по широкому спектру вопросов развития Среднего Урала. Так, общественная палата области неоднократно вносила предложения по вопросам развития системы образования, противодействия реабилитации нацизма, повышения доступности лекарственных средств, оптимизации промышленной политики и созданию территорий опережающего социально-экономического развития и многим другим.